на все 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 сыграл то лучше погляди кто к нам пожаловал сама нателла наумовна спустилась со своего президентского олимпа в чем как говорится цель вашего визита я даже не знаю с чего начать хорошо что тут у тебя дорого и так уютно как ты любишь как в нашем доме в ялте помнишь помнишь эти закаты вся эта политика президентство все эти министры чиновники смотрят мне в глаза и что-то постоянно хотят подпишитесь как я давно не было просто наткой твоей наткой слышишь меня я очень скучаю по тебе постоянно плачу прямо на договора мне нужна твоя помощь сейчас я как никогда нуждаюсь в крепкой мужской руке давай с вами будем вместе в общем я согласен это очень хорошо да и кстати скоро я организовываю встречу с представителями разных сфер очень бы хотелось бы увидеть там твою мордашку что-то бросит мордашка скажешь тоже до встречи мы женём рад что мы снова вместе но только ненадолго ну кто ставит на ноль я постоянно здесь прихожу ставлю на четверку у меня слабородогдеев 1 у меня не не растворяется в аксилоде нет лёшка он неряха постоянно здесь вот он шампунь свой оставил зачем мне здесь его шампунь пускай голову моет у себя в этой в химбазе своей 5 рюмки забыл помыть фу как он это пьет и я честно говоря вот эти вот его штучки химические он столько намешивает один случай был лёшка когда брусники наелся один раз ну за щеки спрятал себе не на килограмма два наверное он хотел чтобы она у него это брусника за щеками забродила у бтае сидел и ждал пока у него вино получится брусничное да ну так значит нателла наумовна организовывает встречу с представителями всех сфер и наша тоже нужна но я не могу у меня работы непочатый край хожу бесконечно здесь а ты а ты химичишь нас уже давно по бумагам не существует а ты все химичишь ладно хоть сходи денется только как следует чтоб как с иголочки не посорми нашу сферу у меня времени нет но я бы сходил ах я бы сходил бы там шампанского попей а я поработаю у меня времени это ты сходи ну делать нечего придется институт представить театр начинается с вешалки а я начинаю расследование используя свои легкие навыки умения и способности не оставив следа проник в квартиру того пресловутого магната и медиаправителя ричарда сапогова проголосовавшие за нателлу науману стрельникову избиратели на самом деле были под глубоким гипнозом кто дал отмашку голосовать за нее и кто имеет право гипнотизировать ни в чем не повинных жителей я достану всех опарышей из этого разлагающегося тушки видеопродажников вся правда в моей программе загадка дыры на виктор сергеевич на меня такой ответственность подложил я вот на себя зеркало смотрю и думаю да я такой ответственный конечно костюмчик то у меня хороший но на что-то более более ответственное а как я забыл вот большой торжественный костюм знаете костюма не дают очень много вам сразу вы меняетесь на сразу вот я когда костюм надеваю все со мной шутки это почистить это убрать быстро машину мне подвезите а так я ну не совсем ответственный а вот так очень ответственный если виктор сергеевич мне доверяют такие задания значит он мне очень верит и хочет сделать меня виктор сергеевичем ну таким же как он только получше намного мой журналистский нюх мне подсказывает атмосфера здесь просто пронизана твердой валютой доллары здесь частые гости ага вот оно неопровержимое доказательство того что сапогов получал деньги от стрельниковой таня что же ты здесь делаешь своей собственной квартире итальянская а а а а и а Черт возьми, и как ты прикажешь это все понимать? Ты почему снова такая амбражаблная? Ну да ладно, сегодня Нателла наумрано устраивает роскошный вечер, и я должен выглядеть как настоящий фишинек. Эта жилетка совершенно не подходит для таких вечеров. Надо поискать что-то поинтересней. Ага, вот оно. Это совершенно другое дело. О, да. Ну в таком костюме я, конечно, вообще... Нет, если кто-нибудь позвонит. Алло, здравствуйте, да. Я не могу с вами говорить, я слишком ответственный, чтобы говорить. Так время уже без пяти, вы чего молчите-то? Вы сказали бы мне, что я опаздываю. Вы чего? Все, я побежал. Иначе я никуда не успею. Таня, Таня, Татьяночка, какая же ты все-таки у меня прекрасна. Да, кстати, у меня для тебя сюрприз. Нателла Наумовна собирается прикончить своего муженка. Поэтому на мероприятии будет весьма опасно. И я предлагаю тебе остаться здесь. В гордом одиночестве, так как ты любишь. Всего доброго. Да, Нателла Наумовна, конечно, женщина серьезная. Ну, руководитель, ну, конечно. Она такая, но надо понимать, что она все-таки женщина. А любая женщина любит цветы. Вот я и подумал, что они здесь зря растут. Подарю Нателлу Наумовне. Вот такой получается у меня чего-то не хватает. А, вот. Сейчас вот таких вот штучек поставим. И будет такой букет. Она увидит. И сразу будет ко мне расположение. И у нас разговор с ней сразу завершится. Ну, красота. Прибавь году. Ну, как же так? Чердила тупятся постоянно. Это еще что здесь такое за цирк здесь, а? Ничего здесь. Сядь, Жилин. Здравствуйте, Нателла Наумовна. Очень приятно. Что там у нас с преступностью? Ну, докладываю. По поводу преступности решили так. Просто ее просто нет. А у меня есть информация, что главарь банды «Железные рукава» жив. Сейчас мы ее будем проверять. Вы должны мне помочь, уважаемый товарищ генерал-майор. О, меня так еще никто не называл. Тут надо подумать. Будет сделано, как говорится. Сделаем. Хорошо, идите. Слушаюсь. Стоп. Это же мы пришли. Так что вы не сидите. Точно, да. Да. Ну, может, она еще и не замечет. Нет, ну, 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 совсем вообще. Ну, что говорится? Ехать надо? Надо, конечно. Так, а чего это вы такой грустный голову повесили, а? На, ну, как это ты веселиться? Вот стоял себе спокойно, как обдали меня грязюкой. А у меня навстречу на важное надо было. Очень важное. К очень хорошим людям. И теперь как они обо мне, какого мнения будут? Да, бывает, бывает. Но, как говорится, волосы не спицы, глаза не ресницы. Это точно. Я вам вот что скажу. У меня тут давеча сзади ездил певец один. Старозубов, может, слышит. Так этот, значит, едет со мной. А я чувствую, сзади что-то он елозит, крутится, вертится. Вот там, прямо на вашем месте. Думаю, что, чесотка у него. А потом, глядь, пригляделся. Оказывается, весной у них, у старозубовых, линька. Они свой старый костюм скидывают, на новый меняют. Гляжу, уходит в новом костюмчике. А старый вот здесь мне и оставил. Я его на всякий случай-то и приберег. О! Выглядит как новый. Не стесняйтесь, берите, берите, пригодится. Ну что ж, друзья, я очень рада здесь вас всех приветствовать. Сегодня, впервые за долгое время, наконец, мы все собрались. Все представители разных сфер. Там у нас телевидение, он сидит. Музыканты. На базе? Здрасте. Здрасте. И, конечно же, независимые художники. А, да-да-да. Вот, да. Мое почтение, мое почтение, сударыня. Здрасте, здрасте. Ну и, конечно, представители внутренних органов. У нас здесь вот этот орган наш сидит хороший. Так что... Здрасте. Извините, пожалуйста, что я опоздал. Это вам. Спасибо большое. Присаживайтесь. Вот наука у нас здесь. Ну и, конечно, естественно, здесь и мой бус. Да. Да бросьте. Черт. Неудобно. Спасибо, что вы сегодня все здесь собрались. Мы можем сегодня говорить на любую тему, связанную с нашей... Натана Наумна, можно, да? Нашей... Можно, да? Да. Просто мне позавчера был звонок, и мне ваш помощник, наверное, какой-то, я не помню его имени, попросил не задавать острых вопросов. Политических, разных. А как его зовут? Юра. Юра, журналист. Юра. Юра, это провокация. Мой помощник не мог звонить по такому вопросу. Ну, не ваш помощник, кто-то. Какой-то чудак. Уже не скучно. Но единственное, что я знаю точно, это то, что в вашей голове гниют мысли, убивающие сознание. То, что вы затаили такое грязное дело. А ну-ка, рот сейчас как-нибудь быстро закрыл. Ты как в такой интонации сейчас смеешь общаться с моей конфеткой, а крыса ты полевая? Я сейчас сломаю твой микрофон на такие детали, которые ты в жизни не видел. Подождите, но это и вас касается. Ну-ка, взяли его и вынесли отсюда. Стойте, вы чего? Это касается вас напрямую, вы. Вы даже не представляете, как вам все это обернется. Дорогие друзья, кажется, мы на секундочку забыли, зачем мы здесь. Поэтому я предлагаю выпить за нашу прекрасную руководительницу. Нателла Наумовна, за вас. А сейчас музыкальный подарок. Для вас всех поет Всеволод Старозуба. Играет музыка. Слушайте меня, Жилин. Спускайся в подвал и приготовь все для взрыва. По сути, какого такого вы чего? Кажется, здесь смотрите, сколько людей. Можно договориться, одного. А тут вот целая толпа хороших, приятных людей. Ой, хорошие все. Вы что, нет, нет, нет? Я тебе дам, нет, нет. Это приманка. Он здесь только потому, что пришли другие. Пошел вниз. И исполняй приказ. Иначе я посажу тебя в твою же собственную решетку. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Джилен, ты чего творишь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мой ответ прост Дух предпринимательства ДимаTorzok 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 ДимаTorzok